Собственно, привет, ребята! Это у нас очередной летсплейчик по игре Clash of Clans, и сегодня у нас планируется довольно фановый видосик. Дело в том, что я хочу записать сегодня летсплей, который состоять будет из 3-4 атак. И эти атаки будут именно состоять из того, что мы будем брать с собой 2 героя, соответственно, король-королева, и в военных лагерях у меня будут целительницы, ну и само собой остаток я забил стенобойми, так как не получается взять 16-ю целительницу, к сожалению, поэтому я решил добиться стенобойми, так как взрывать забор очень нужно. Также по баночкам это тоже немаловажно. У меня будет 8 землетрясов, 1 в кланкасле, 7 с собой, и баночка рейджа, то есть, сами понимаете, героям очень не рекомендуется стоять на заборе, потому что они будут в это время очень уязвимы и бьют его довольно долго. А вот землетряс очень нам сильно это дело облегчит. Также в кланкасле у меня с собой всего лишь 2 целительница и 4 стенобой, это то, что я могу задонатить себе именно со второго аккаунта, так как не целительница, не стенобой у меня, к сожалению, не вкачано, то есть, сами видите, поэтому на большее пока не приходится рассчитывать. Если вот эти вот целительницы будут как-то, ну, не особо лечить, не особо нужны они будут, то их можно будет заменить на какого-нибудь, не знаю, дракона, может быть, гигантов, чтобы танчить, ну, опять же, там глянем, в принципе, посмотрим, нужны ли они будут, эти вторые целительницы или нет. Предлагаю вам дозаказать парочку землетрясов, это нам дело очень нужно. Так, собственно, уже через буквально 2 минутки мы уже с вами пойдем в бой, первую атаку. В принципе, я пробовал а-ля именно атаки такого плана, потому что я, помню, решил слить армию, вот то, что наварил на донат, и получается, смотрите, что у меня вышло, то есть, это маленько не то, что у нас сейчас есть, но очень даже похоже, то есть, всего лишь 4 целительницы у меня было, но все равно вышло довольно найсо, то есть, я кинул на 15-ую королеву, я понимаю, что 15-ая королева, это довольно слабенькая квина, она может, конечно, и не выдержать натиск защитных сооружений, здесь я нашел довольно слабенькую базу, и все равно, в принципе, получилось ее вынести, то есть, давайте я вкратце продвигаю. Сейчас я пробегусь по этой атаке, королева с целительницами здесь в снос данной базы внесла очень довольно непосильный вклад, то есть, очень действительно она хорошо помогла, здесь землетрясом я прорвал забор, и, собственно, там маленько потачили гиганты, пеки снесли, аэрдефы, ну и далее я высотил дракошиков, которому уже по факту ничего не мешало, и вот таким вот образом я и взял с данного товарища 3 звезды, но довольно слабенькая база, по вошке, ой, по вошке говорю, аэрдефы, что я несу, арбалеты, не заряжены, и поэтому довольно спокойно получилось данного товарища взять трешку, и, в принципе, целительницы очень даже неплохо себя оправдали, и поэтому я решил попробовать, а почему бы не поиграть он ли герои и целительницы, мы делали раньше такие фан-атаки, но летсплей я еще именно в таком плане не писал, поэтому будет довольно интересно. Если получится, то можно нафармить сегодня на королеву 16 уровня, я ее все никак не могу поставить, весь дар, который вы видите сейчас у меня в хранилище, он идет чисто с дрелик, который находится под бустом, за счет вот этой вот акции за один гем, именно бустятся дрельки, очень даже выгодно, поэтому рекомендую, если у вас, например, 9 ТХ, то не скупитесь, шестые дрели под бустом добывают вообще найсово, поэтому, ребята, бустим, и все вот это вот добро, что у меня имеется сейчас в хранилище черного эликсира, это накоплено с дрелик, поэтому вот так вот толком не играю, так как все именно занят этими путями во всякие лиги. Очень, ребята, армия приготовилась, в принципе, предлагаю сейчас пойти в первую атаку, вообще не знаю, какую базу стоит подыскать, не знаю, глянем сейчас, посмотрим, что попадется, в принципе, заброшка очень даже классная попалась, 3600 дар, очень даже неплохо, ПВ-шки находятся в центре, это нам очень неплохо поможет, в принципе, ребята, мне нравится, 33 кубка, давайте прямо сюда и пойдем, то есть, почему бы и нет, так как мы будем нападать, я рекомендую, не рекомендую, вернее, а планирую, может, со стороны ТХ пойти, куда нужно направить героев, то есть, мне нужно вот это вот посмотреть, где у нас дрельки, дрельки вообще в разных концах карты, окей, в принципе, предлагаю пойти от Таунхола налево, то есть, вот так вот по левой стороне пройтись, не знаю, сейчас глянем, в общем, если получится, то зайти еще в центр базы, собственно, что мы делаем, мы скидываем, короче, сюда короля, и к нему маленько хилок, сюда королеву, так, к ней тоже маленько хилок, вот таким вот образом, только они все летят почему-то на короля, чтобы его хилить, хотелось бы, чтобы целительница тоже хилилась, ну ладно, сейчас думаю, что-нибудь да выйдет, так, значит, давайте тогда кинем куда-нибудь вот сюда вот, наши землетряски, чтобы пробить первый забор, ой, король, король уже погибает, не хотелось бы, чистильщик мешает довольно сильно на самом-то деле, ладно, вроде пока живет король, плохо живет, потому что сейчас там его, конечно, замутузят, да, замутузили короля, теперь все, вся надежда на королеву, значит, насаживаем всех целительниц на нее, блин, не особо получилось так хорошо, как хотелось бы, ну ладно, в принципе, тоже пойдет, потому что я хотел именно пофаниться с королевкой под хилками, можно сейчас после выстрела мортира взорвать вот этот вот заборчик, чтобы она продвинулась ближе к центру, таким вот образом, так, можно, кстати, кинуть вот сюда вот, сейчас землетрясы вот таким вот образом скинуть, чтобы они пробили нужный для нас забор, отлично, вообще, прям всю базу уже этими землетрясами поломали, значит, давайте выкинем оставшиеся стынобоев, потому что они мне не нужны, и все, внимание, собственно, на королевку, у нас еще не забываем, есть баночка рейджа волшебная, которая нам может, если что, очень сильно помочь, и жива еще королева противника, так, про это мы тоже с вами не забываем, если что, баночка рейджа у меня на готове, и еще есть способность королевы непрожатая, да, конечно, печально, что король так быстро помер, я все-таки планировал то, что герои будут на пару ходить с целительницами, но, естественно, королеву я возлагал больше надежд, поэтому и тоже так сойдет, я думаю, давайте тогда кинем баночку хила, потому что там королева противника будет очень сильно мешать, и целительницы под этим рейджем просто вообще не дают дефу противника никаких шансов, то есть они даже дамаг не могут нанести, чистичек мешает, зараза сильно мешает, на самом-то деле, ну ладно, в принципе, ничего страшного, вроде бы пока не критично, целительницы, конечно, вообще зверюги, просто вообще не дают никакого дамага пройти нашей королевке, так, 31% пока набит, в принципе, я планирую еще снести, попытаться вынести центр базы, так, по мортиркам, мортирка пока только начинает стрелять по наших вине, ничего страшного, дамаг от мортиры вообще никакущий идет, в принципе, ни башен лучниц, ни пушек, ой, начинает мешать ПВОшка, печально, ну ладно, у нас много целительниц, я надеюсь, что прорвутся, прорвутся, блин, печально то, что ПВОшка начинает обстреливать, это не есть хорошо, ребята, если честно, вообще не хорошо, но я думаю, что ПВОшка за минуту даже не успеет завалить всех наших, сколько там, 17 целительниц осталось, тем более, сейчас уже королевка после сноса клан Касла, по идее, должна переключить свое внимание на ПВО противника, поэтому смотрим, 36%, нет, скорее всего, до 50 мы эту базу не добьем, как бы нам не хотелось, что поделать, в общем, уже сносится ПВОшка противникам, замечательно, подходит королевка к еще одной ПВО, сейчас уже довольно-таки весомый дамаг будет идти, потому что две мортиры, это уже, ну, неприятно, еще и визарды, даже три мортиры, так, ну, минус визар сейчас будет, давай тогда прожмем сейчас уже королеву, чтобы она наносила дамага побольше, отлично, сейчас уже будет забираться хранилище с золотом, да, к сожалению, не успеем мы добить эту базу на трешку, да, вообще не помирает королева, несмотря на то, что 15 уровня, куча целительность это очень даже неплохо компенсирует, да, смотрите, довольно приличное количество дефов стреляет, а ей хоть бы хны, да, ребята, прикольная затея, мне, в принципе, нравится, можно будет записать еще раз, конечно, такими, такой тактикой мы всю базу выносить ясен пень не сможем, но зато очень даже неплохо фармится, то есть мне нравится, честно, конечно, нужно будет потом подумать именно, как бы реализовать короля получше, нежели реализовали мы его сейчас как-то не особо хорошо, блин, забыл целительность-то заказать, тупо в холостой буст идет у меня, ну ладно, и 5 стенобоев, собственно, я делаю, кидаю, значит, запросик на двух хилок и бомбера, и вроде все, ребята, как только армия приготовится, я подберу подходящую базу для атаки, и я вам об этом скажу. Так, ребят, вот еще одна восьмерка, мне все-таки хочется попытаться хотя бы ТХ-8 взять на три звезды, вообще хотя бы глянуть, реально ли это сделать. Собственно, опять же, давайте начнем выпуск уже с ТХ-м, именно со стороны Таунхола, опять же. Так, опять же, смотрим, где чистильщик, потому что это очень важно, как мы поняли уже с предыдущей атаки. Так, я что-то чистильщик не наблюдаю. А его что, нету, или что? Что-то я как-то не вижу чистильщик, ладно, фиг с ним, значит, кидаем с вами первую очередь королевку, и сразу же на нее, ну, хотя бы целительниц, думаю, столько хватит. Пробьем, предлагаю пробить сразу же забор, чтобы он нам не мешал с вами. Ой, я землетрясов много скинул, вот я дебил. Короче, я понял, все плохо, я случайно на один землетряс больше скинул, и это просто мне все поломает. Ну ладно, здесь вроде забор не такой сильный, надеемся, что ничего страшного не произойдет. Так, значит, смотрим, да, конечно, землетряс имел бы лоханулся прям жутко, что-то прям переклацал мышкой. Не, ну, смотрите, вроде нету чистильщика, или я слепой такой. А, вот он, господи, направлено в нужную нам сторону, нормально, в общем. Такс, значит, смотрим, что происходит. Королевка сейчас уже должна заходить ближе к центру, давайте хотя бы прокоться вот эти вот заборинки, ибо они нам просто-напросто ничего не сделают. Так, сейчас уже тогда скоро будем пускать короля, только вопрос в том, куда мы его пустим. Хотелось бы, чтобы его, естественно, нашел в центр, попытался бы хотя бы. Так, сейчас королеву должна снести. Вот это вот добро. Кидаем, значит, блин, он ушел все-таки на казарму, да? Плохо. Ладно, давайте тогда к нему кинем хилок, которые полетели не туда, я понял. Печалька, окейушки. Так, значит, давайте тогда кинем вот сюда вот баночку рейджа, и вот сюда вот хилок хотя бы второго уровня, чтобы не так быстро помирал король. Так, выкидываем стенобой, вот как-нибудь, вот так вот, что ли, чтобы они хотя бы что-нибудь взорвали. Так, сейчас главное, чтобы короля тоже хилили целительницы, которые именно хилят королеву, потому что... Так, кстати, стенобой прорвали забор, просто отлично. Все-таки землетряс маленько да помог. Так, король хилится, королева хилится. Можно даже сейчас короля поражать, потому что, ну, как-то он слабо хилится, если честно, потому что не особо много хилок его лечат, что довольно плохо. Так, офигеть, он круг навернул, конечно. Вот сейчас практически все целительницы его будут хилить, но опять чистильчик мешает, как только целительницы приближаются к королю, сразу же начинают вмешиваться, вмешиваться этот чистильчик не очень хороший. Ну ладно. Да, короче, АПУ, трешку здесь нам точно не взять, но на двушку, я думаю, порассчитывать можно. Так, пока король держится, ибо огромное количество целительниц его просто не дает ему помереть, это прекрасно. Так, королева справляется с еще одним аэродефом, но все-таки, короче, погибнет, от этого нам никак, к сожалению, не уйти. Все, король погибает, и сейчас вся надежда будет естественно... А, нет, он еще жив, все, теперь уже помер. Так, сейчас теперь вся надежда будет на именно королеву, которая сносит чистильщик. Сейчас уже будет сноситься последняя ПВОшка. Ну, АПУ, короче, таким сетом нам трешку, если получится взять только, наверное, с какого-нибудь ТХ7, и то не факт. Но двушку уже с ТХ8 взять можно спокойно, в принципе, я понял. Так, ну не знаю, не такая уж и плохая атака. По факту герои неплохо справились. Да, смотрите, вообще, королева просто дамага практически не получает. Она его получает, и сразу же ее целительница полностью на фул выхиливает. Это просто прекрасно. Так, естественно, после таких атак нам именно бусты героев практически не нужны. Единственное, что я забустил короля, потому что королевка практически всегда выживает. Король, как всегда, лезет в самую гуще, огребает, и, в общем, ему отсыпаться как раз нужно. Тут гигантская бомба, но это вообще ничего, потому что хилки выхиливают это буквально за секунду. То есть прекрасно. Прожимаем тогда давайте королевку, чтобы она пободрее все долбила, пробивала эти заборчики. Так, тут, скорее всего, гигантская бомба, да? Ну, что поделать? Опять же, ничего страшного. Хилки, опять же, все это дело решают. Блин, ребята, прикольно. Если бы у нас было неограниченное время, то такими тактиками бы сносили практически все базы. Единственное, что кроме баз, на которых есть инферно, потому что, сами знаете, под инферно хилки действуют. Ну, знаю, ребят, прикольно. Мне нравится, честно. Довольно фаново. В общем, следующая атака у нас будет, скорее всего, последняя, ибо буст уже подходит к концу. Так, давайте я дозакажу последнюю землетряску. Ну, ребят, прикольно. Прикольно, ничего не скажешь. В общем, вообще, ребята, армия варится. Как только армия приготовится, я подберу подходящую базу для атаки, я включу запись, и мы продолжим. Ну, что ж, ребят, последняя атака вышла довольно интересная, с такой некой интрижкой в конце, а-ля, будет ли три звезды, или не будет. Поэтому комментировать эту атаку я не буду. Просто посмотрите ее под музыку в ускоренном режиме. И, наверное, я уже буду с вами прощаться. Обязательно пишите в комментариях, стоит ли делать подобный висфлейчик, но уже с пятью атаками. Нравятся ли вам подобные видео героя плюс целительницы? Стоит, не стоит? Вообще, я планировал делать такие ролики именно в тот момент, когда у меня один из героев получает именно плюс пять уровней, то есть получает именно уровень способности новый, то есть улучшает его на один. Мне кажется, это было бы интересно задумкой, поэтому пишите, что вы думаете на этот повод. А я с вами прощаюсь. Огромное спасибо за просмотр. Желаю вам всего самого хорошего, прекрасного фарма. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok